приветствуем всех зрителей нашего канала россия в красках с вами павел платонов этот сюжет посвящен реке иордан мы проедем по ее течению от места крещения в устье реки падающий мертвое море до истоков реки у подножия горы хермун сюжет мы разделили на две части и сегодня мы едем из иерусалима до галилейского моря вторая часть сюжета об истоках иордана выйдет ближайшие дни всем приятного просмотра добрый день дорогие друзья приветствую вас с дороги номер один который мы выехали когда уже была попущен режим самоизоляции и мы с вами путешествуем из иерусалима галилея сейчас это впервые практически за два месяца когда вот официально открыли национальные природные парки и мы решили совершить супругой путешествие в галилею и по пути посетить место крещения господня на реке иордан по пути обращают на себя особое внимание величественные горы иудейской пустыни которые на первый взгляд кажется совсем необитаемыми я решил остановиться на мгновение в иудейской пустыне за мной вы видите потрясающий исторический объект вот прям вдали за пригорком вот такие белые купола это объект называется небе муса предположительное место захоронения пророка моисея у мусульман эта традиция была прекращена англичанами в двадцатом веке когда шли такие процессы религиозные отсюда в иерусалим мусульмане считает что пророк муса с точки зрения традиции ислама похоронен здесь не примечательно что об этом же месте в иудейской пустыне где-то трясающий вид иудейской пустыни где как раз проживала колено иуды алексей афанасьевич дмитриевский известный византист византолог считал что на месте где мусульмане почитает могилу наби муса пророка моисея был похоронен преподобный ефимий великий один из основатель монашества в иудейской пустыне вот эти все безжизненные горы которые вы видите это не так на первый взгляд кажется бежны без жизни на самом деле они наполнены периодически водой особенно это в зимний период происходит ручьями так называемые вади и вот эти вади монашествующие использовали и от харитона исповедника зачем затем его учеников феоктиста ефимия великих расселили здесь до 25 тысяч монашествующих и условно вся эта иудейская пустыня называлась пустыня святого града иерусалима едем дальше обратили внимание на помелькнувшие цифры эти цифры обозначают уровень нашего нахождения по отношению к мировому океану иерусалим располагается на высоте свыше 700 метров над уровнем моря а мы уже на уровне минус 300 практически совершив общий спуск тысячу метров при таком спуске серьезно закладывает уши чему почти всегда удивляются мои экскурсанты подъезжаем стратегическому перекрестку 1 90 трасс 90 трасса на которую мы сейчас поворачиваем самое длинное в израиле от крайнего севера до крайнего юга мы едем на север золотые купола в оазисе среди пустыни это гостеприимный монастырь преподобного герасима иорданского одного из первых подвижников монахов пустыни святого града мы свернули с основной трассы к реке иордан в сторону места крещения перед нами православный монастырь святого иоанна крестителя иерусалимской греческой патриархии именно отсюда начинается крестный ход к реке иордан крещенский сочельник долгое время сюда можно было попасть лишь два раза в году начале страстной недели и сам праздник крещения и напрашивается вопрос почему дело в том что это святое место попала закрытую пограничную военную зону а сама река является естественной границей между иорданией и израилем с 2008 года эти места были объявлены национальным парком и стали общедоступными хотя до сих пор здесь остались неразминированные территории и большое количество вот таких табличек предупреждает нас об этом на территории комплекса парка мы оказались единственными посетителями очень ожидали увидеть полноводный иордан поскольку эта зима выдалась очень обильной на дожди и в праздник крещения уровень воды поднялся до лестниц затопив обычный подход к месту умовения вот посмотрите специально для вас часть видео снятого 19 января этого года но то что мы увидели повергло нас в шок мы застали реку иордан честно говоря немножко в шокирующем состоянии насколько видите посмотрите воды очень мало тем не менее вот поток идет немножко с чем это связано сложно сказать может быть дамбу дгани перекрывали что-то еще похоже тут какие-то сейчас идут очистительные работы но доступа к воде нормально вот практически еле дотянуться можно вот не удалось все-таки коснуться священных от реки ордан даже умыться счастливый человек после двухмесячной самоизоляции прибыть в подлинное место крещения господина реки ордан да вот оно место крещения течение прям четко видно посмотрите течение достаточно сильное значит поток воды все-таки идет но состояние честно говоря плачевное и здесь камера моего айфона впервые показала мне такую вот картинку полностью отключившись и отчаянно затребовал охлаждение как выяснилось температура воздуха достигла 47 градусов по цельсию середины марта этого года все национальные парки в израиле за эпидемией были закрыты а работники были отправлены в карантин и находились дома соответственно ни половников ни туристов здесь не было и вот общий результат на лицо смотрите это сами теоретически я мог бы перейти реку вброд без труда и оказаться в другой стране потрясенные состоянием реки вместе крещения но все же радостные что прикоснулись к его священным водам мы продолжаем наш путь на север в сторону галилейского моря на протяжении примерно двух часов пути мы ехали вдоль иорданской долины и нашему взору помимо пустынных мест открывалось бесконечное количество плантаций финиковых пальм теплиц полей с различными сельскохозяйственными культурами во время путешествия по иорданской долине мы установили свой температурный рекорд ребята 49 градусов по цельсию я обязан был выйти из машины и проверить вот как вообще ощущение удейской пустыни в долине реки ордан пальмы обожаю такую погоду как говорится голова в огне ноги в воде и они прекрасно растут при 49 50 53 но вот я вам скажу ощущения такие прямо оптимистичные 49 градусов по цельсию вот он едем дальше поразительно изменяется пейзаж и чем ближе к галилейскому морю тем богаче насыщение его зеленые оттенки цветовая палитра природы становится яркой и разнообразной проехав каких-то 100 километров мы видим совершенно другой иордан вы посмотрите это место откуда исходят воды реки иордан из моря галилейского дальше они доходят до плотины тгания а затем уже сбрасывается постепенно по своему пути к морю соли так называется мертвое море библия попробуем воды ой какая теплая мягкая водичка вот эти цифры обозначают уровень воды в галилейском море который на самом деле озеро с пресной водой уровень этого года значительно превысил предыдущий и достиг отметки минус 209 метров а при отметке минус 208 озеро выходит из берегов и грозит затоплением для сброса лишних вод и регулирования уровня воды в озере была построена плотина тгания после плотины тгания воды иордана впадают место известное под названием ярдынид его обустроили в 1981 году усилиями кибуца кинерат до открытия места крещения в 2008 году помните в начале сюжета мы посещали его недалеко от мертвого моря туда и впадают воды иордана так вот только в ярдыните могли совершать омовение многочисленные паломники туристы численность которых достигает 400 тысяч год этот комплекс действует по сей день как и вместе крещения так и здесь в ярдыните мы были единственными посетителями подход к воде полностью перекрыт но зайти и полюбоваться видами все же можно наш путь продолжается по северо-западному берегу моря галилейского который является уникальной природной жемчужины всей галилеи если быть точным то это озеро так как вот и его пресная это знаменитое озеро имеет несколько названий самое древнее ямки неред что переводе с иврита обозначает море людня а еще озеро галилейское озеро тивериадское и озеро генисарецкое которые происходят от древних географических названий этой местности площадь озера достигает примерно 165 квадратных километров а наибольшая глубина 45 метров протяженность озера достигает до 23 километров в длину и до 11 в ширину а длина береговой линии в зависимости от уровня воды от 55 до 60 километров с севера в озеро впадает несколько небольших рек берущих свое начало на голландских высотах самый большой из них является река иордан иордан дает озеру ежегодно 800 миллионов кубических метров воды а затем вытекает с южной его части и продолжает свой путь до мертвого моря а еще это самый низко расположенный на земле водоем с пресной водой уровень его воды изменяется в зависимости от количества осадков и потребления к середине мая 2020 года уровень воды озера достиг 209 метров ниже уровня мирового океана из нескольких видов рыб обитающих в этом озере самая знаменитая теляпия галилейская или рыба апостола петра которая вошла в меню местных ресторанов под названием амном или мушт и пользуется популярностью как у местных жителей так и у приезжих паломников и туристов христианской традиции считается что именно такой вид рыбы поймал апостол петр нашел ней монету под названием статир бесконечные и разнообразные пейзажи галилейского моря но сегодня она предстала такой серой дымки дело в том что пришел ветер знойный хамсин с мелкой пылью и покрыл красоту озера своеобразной пеленой тем не менее мы стоим здесь вот на горе блаженств и тоже наблюдаем за красотами при температуре примерно 43 44 градусов по цельсию куда я передаю привет всем своим экскурсантам паломникам со святой земли галилея а это любимица всех паломник святой земли прекрасная бугенвилия на этой яркой ноте мы закончим сегодняшний сюжет с вами был павел платонов подписывайтесь на наши каналы россия в красках путешествие с полным платоном нажимайте на колокольчик чтобы получать уведомления о новых видео ставьте лайки пишите комментарии во второй части сюжета который выйдет ближайшие дни мы совершим увлекательнейшее путешествие к трем основным истокам реки ордан зарождающихся у подножия горы хермон верхней галилеи всего доброго и до новых встреч